приветствую вас мои дорогие друзья мы с вами снова на блошиным рынке а я ищу красоту в коробочках вот такие чашки попались мне в коробках с птичками в центре но видно что это современные чашечки но зато какие хорошенькие в пастельных тонах голубые изумрудные вернее не изумрудные как сказать цвет морской волны розовые сиреневые в общем короче мы поняли наверное что я их забрала смотрю сейчас эту кофемолку но она довольно таки пошарпанную встречается в более лучшем состоянии этот ролик как раз с того похода на барахолку на блошиный рынок показ покупок с которые вы уже видели начало прошлого не прошло на прошлой неделе видите эти карты таро как раз нашла я их в этой коробке вот и так как там уже тянулись чьи-то руки я решила прихватить подержать в руках некоторое время чтобы никто у меня мои находки не утащил такие карты с самолетами были в общем это очень интересные коробочки очень интересного продавца вот другая коробка и смотрите что мне здесь попалось мне здесь попались кое-какие часы но и несколько флакончиков с винтажными духами которые я конечно же не применула захватить собой жаль что коробочка шамеле номер пять была пустая а вот здесь видите коробочка как раз серебряные ложечками которые сначала так вот как бы откинула но потом конечно же все равно рассмотрела что в ней вот эта рамка замечательная старинная деревянная с бантом очень классная рамка наверно двадцатых тридцатых годов может даже раньше а здесь посмотрите какой клад мне попался маленькие мокко чашечки коллекционные вот четыре по моему это розенталь я же не помню посмотрим потом с вами в покупках но посмотрите какая красота и какая удача здесь же блюдца от этих чашек вот какие чашечки красивые вот тоже какая красивая фюрстенберг в замечательном состоянии чем короче конечно же все эти чашечки прибрала к своим рукам такая вот огромная тарелка какая-то такая вот расписана по моему кто-то сам расписывал каким-то пейзажем а вот эта коробка с футлярами очками про которые вам говорила не как раз вот несколько футляров я прихватила очки не стало ну эти очки очень быстро кто-то купил всю коробку причем вот какое-то интересное тоже средство по-моему это очень хорошее средство там было не очень много здесь одна треть флакона я уже не стала покупать вот интересная коробка а вот эта красота я так прям удивилась что все лежит и никто не берет это очень знаменитая английская фирма минтон я даже встречала в каталоге продукцию этой фирмы и конечно же тоже забрала с собой и здесь я вижу посеребренные разные предметы посеребренные но здесь нашлось и кое-что из серебра вот так что самое интересное как мне кажется я захватила с собой может быть конечно не все но я попыталась по крайней мере все тоже знаете собрать невозможно потому что все конечно же это стоит денег каждую вещь мне лично этот продавец считает отдельно рассматривая каждую вещь пристально поэтому я не знаю а вот этот все мои покупки смотрите вот этот весь объем объем всего что я купила у этого продавца видите так вот выглядит уличный блошинный рынок у нас вот несколько таких вот улочек 5-6 стоят продавцы и у каждого свой товар многие с машиной со своей стоят очень удобно и вот можно подходить смотреть очень много одежды ну встречается и много интересного а эти съемки получилось видите я снимала на столах не разрешают продавцы снимать в основном поэтому я снимаю как бы так полуукраткой и вот такие вот получились у меня кадры немножечко не в той пропорции но как получилось вот это вот мои покупки вы уже видели их это у продавца бижутерии я приобрела вот эти предметы а это товар который еще остался на столах может конечно что то есть еще интересное ценное что я пропустила не знаю все может быть а вот эти чашечки посмотрите сделано в ссср не знаю что за фабрика долбушь по моему извиняюсь за такую съемку так получилось у меня снять вот а теперь пойдут уже нормальные кадры это вот на столах у продавцов тут набор мне очень понравился с четырьмя рюмками который там желтоватый такой стоит на заднем фоне графин и рюмочки и вообще у этого продавца очень вот эти вот рюмочки имела ввиду кажется что что-то такое старинное очень интересная форма рассматриваю ну там есть мельчайшие сколы на некоторых предметах поэтому не знаю хочется покупать если уж покупать при таком выборе то покупать в идеальном состоянии по крайней мере стараться так что много очень стекла всякого красивого такие вот очень тонкие стаканы для воды с кувшином и для сока вот тоже что-то интересное мне кажется что как скандинавская какой-то такой сосуд из толстого стекла очень много мелочей здесь я опять же увидела винтажные флакончики с духами смотрите магия ночи черная магия вернее знаменитые духи 90-х но пустой флакончик у меня есть такой маленький флакончик я себе купила на ebay вот время от времени принюхиваясь к нему купила очень много кстати таких миниатюрок тех которые я помнила еще своей юности молодости вот и время от времени наношу их себе на запястья и вдыхаю этот аромат очень много воспоминаний вызывают эти запахи статуэтка собака очень красивая большой гончий сколько всего интересного ложечки на это по-моему точно не серебро на серебрение в лучшем случае много встречается хрусталям это красивая ваза такая ведь как бы бутона ее купили при мне чуть позже и вот такой вот набор из стекла для коктейлей вот эти стаканы тоже мне очень понравились такие клубные красивый набор и рок изобилия или что это такое лета цветок такой лопатки это пластиковая лопатка 1 может быть из люцита и вот такой вот какой-то интересный фотоаппарат или это модель просто такая не знаю настоящий как-то даже на настоящий небо похож и маленькая японская фарфоровая тарелочка по моему это сатсума и красивые хрустальные бокалы конечно же на каждой барахолке на каждом плашином рынке они встречаются коробочка с украшениями всегда интересно посмотреть что за украшение что интересного есть вот эти кулоны мне понравились это дутое золото или золото для бедных как его называли раньше накатанное золото то есть вроде бы это настоящее золото но самого золота там конечно очень мало тончайшие пласты раскаты раскатывались и наносились на обычный металл латунь чаще всего и какие-то камешки еще вставлены но весьма дорогие все равно эти вещи вот старый кулон запонки тоже на запонки всегда обращаю внимание очень многих коллекционирует и я время от времени покупаю интересные экземпляры для своего будущего магазина тоже какой-то не поняла то ли это кулон то ли это от серьги деталь что такое интересное тоже старинная коробочка с какими-то деревянными человечками коробочка в азиатском стиле и вот эта коробками тоже понравилось даже не сама коробка а вот эта вышивка на внутренней стороне крышки замечательная по моему коробка это для сигарет для сигар точнее написано сигары на ней тоже еще украшения всякие разные очень интересно всегда рассматривать все эти вещи на столах перебирать мне нравится энергетика от старых вещей она меня очень подпитывает скажем так у меня всегда хорошее настроение во время барахолки после барахолки целый день мужчина приценивается к старинному телефону но цена его не удовлетворила я рассматриваю украшение это времен гдр такие украшения по-моему сувенир из гор хардс очень много всего и там вот мне понравилось одно ожерелье вот это ожерелье мне понравилось очень по моему 10 евро за него просила продавец похоже это было гранатовое стекло я его рассматриваю приятно например так на руку легло очень даже красивое ожерелье красивая форма переливалась на солнечном цвету ну это простой металл желтого цвета даже мне кажется это не позолото но ожерелье конечно замечательное и такие вот блюда целые стопки разных блюд перламутровых времен гдр постарше помладше всякие разные ситцевые ситцевый рисунок ситцевые букетики цветочки вот видите на заднем плане красивыми продолговато блюда с розой и здесь были всякие вилки ложки и по моему там клеймо было со звездой советской на этих предметах уж не знаю это мельхиор или нет вот и рассматривала но так плохо было видно не фокусировалась и что-то какое-то такое клеймо не лая вот сейчас пытаюсь рассмотреть но так и не рассмотрела вот вы знаете с увеличительным стеклом ходить у продавцов смотреть это как-то знаете не сподручно вот уже какая-то интересная вещь то ли зеркало то ли что увидел амблему мэйсон и оказалось это фарфоровая такая сувенирная медалька из города мэйсон тоже красивое блюдо продолговатая с ирисами или это были орхидеи латунная ваза индийская разные деревянные игрушки и только деревянные времен гдр а тут у меня бокал чуть не упал продавец его отставила но это просто металлический такой кофейник был причем ручка у него такая уже расплелась соломки вот ну кстати иногда вещи по серебренный тоже бывают очень дорогими особенно если это сделано в англии поэтому нас это смотреть вот иногда они стоят почти так же как настоящее серебряные иногда даже дороже зависит от фирмы это надо смотреть по каталогам узнавать вот эти чашечки вернее одна чашечка мне понравилось белая белоснежная с красивым рельефным узором фирмы кайзер и продавец стала мне предлагать еще два которые не есть показывать но там на на больших десертных тарелках было очень много царапин таких прям некрасивых вот то есть они были уже прям очень сильно использованы и вот на меня очень уговаривала купить и и эти трио но я все-таки решила не делать эту покупку так у нее конечно очень много всяких разных предметов интересных вот это вот салатная вилка и ложка из кости с серебряными ручками слоники всякие как-то у нее была целая большая коробка со слоником это она еще которые остались теперь стоят на столе я у нее купила как-то одного слоненько кристального покажу вам еще как-нибудь на показе целая коробочка за банками то но я уже в них в этой коробочке уже копалась было уже дело вот видите сколько всего красивого такая вот замечательная конфетница ваймар из кобальта и золотыми розами и вот эта конфетница тоже мне очень понравилась люблю такое синее стекло в металлической оплетки а вот это мне кажется из ссср солонка или это икорница не знаю даже по-моему это мельхиор со стеклянными вставками иногда встречаются такие вещички видно их привозили как сувенира и бокал со сколом к сожалению вот еще одна конфетница эти мишки мне тоже понравились но по-моему эта подложка не от них потому что они туда не очень хорошо входили куклы вот это нецки но это такая современная как бы подделка это не кость не старые немецкие куколки как вы видите да эти столы можно очень долго рассматривать каждый раз видишь что-то новое глаз уцепляет что-то хотя эти вещи уже много раз видела на барахолках люди приходят с этими теми же вещами но все равно каждый раз замечаю что-то новое сейчас увидела красивые елочные игрушки тоже довольно таки старенький вот такой вот прожектор прям воспоминания из детства спасибо что вы были со мной что прогулялись со мной по немецкой уличной барахолке блошиному рынку всем желаю здоровья вам и вашим близким и до новых скорых встреч в моих роликах пока пока пока